Трикер! Самый его! Триш! Нееет! Лара! Други мои, этот день настал! Сегодня мы с вами распакуем The Last of Us Post Pandemic Edition коллекционное издание на PlayStation 3! Да, на PlayStation 3 давненько ничего я не распаковывал. Должно быть круто! В группе канала ВКонтакте, моего канала Old School Gamer, я вчера устроил такую мини-игру со подписчиками, предложил им написать, какую коллекционку они хотели бы увидеть на этих выходных, распаковку на канале, и чей пост, чье предложение соберет больше всего лайков, то я и распакую. И вот с большим отрывом победил The Last of Us. Ну и чтобы видео было подлиннее и поинтереснее, кроме этого, еще посмотрим сегодня кроме него арт-бук по игре, который тоже уже несколько лет у меня лежит в коллекции, и на канал, по-моему, ни разу мы его не листали. А так вот будет полноценный набор. Ну что, я прям на самом деле предвкушаю Post Pandemic Edition. Здоровая такая коробка. Это издание, насколько я знаю, вышло эксклюзивно в Америке для магазина GameStop, и больше нигде его купить было нельзя. Соответственно, как и большинство других геймстоповых эксклюзивов, в итоге все быстро раскупили, и весь eBay просто полнится в 3-4 раза дороже. Итак, сзади у нас описание, что внутри. Ну это мы и так сейчас все увидим. И какой-то там еще и дополнительный контент типа DLC, но это нам не интересно, потому что все-таки это издание у меня не новое. Это Like New, но все-таки БУ, то есть коды, скорее всего, были активированы. Кто, кстати, не помнит, в том году я показывал. Уже реально скоро будет год тому, как это издание у меня запечатанное и лежит в коллекции. На eBay выиграл аукцион. Дешевле гораздо среднерыночной цены в Америке. Ну, выиграл потому, что доставка была только по штатам. Соответственно, никакие европейцы не участвовали. А я через посредника привез. Ну что, давайте кладем на бок. Открываем. И снова. Одни из нас, как же бесит мне этот перевод на русский. Да и вообще, русская озвучка, на мой взгляд, в игре омерзительная. Все, кто считает, что хорошо Всеволод Кузнецов озвучил, и то, что Элли хорошо озвучили, я просто рекомендую, хоть и раз в жизни попробуйте на английском поиграть. Не власть идеи от того, как круто Тройбейтер озвучил в оригинале. И внутри у нас одной коробки, другая коробка. На днях же мы распаковали Horizon Zero Dawn. И вот, да, тоже самое. Коробка внутри коробки. Вот эта внутренняя коробка мне еще больше нравится, смотрите. Портреты прям такие. Все в таких цветах. И везде Last of Us с этими большими буквами. И, кстати, я вот удивился даже сейчас. Смотрите, сзади Naughty Dog PlayStation и Triforce. Triforce — фирма, которую я узнал только в конце прошлого года. Производит вот различные как раз фигурки, сувениры всякие по играм. Довольно дорогие, кстати. И, походу, Sony с ними конкретно работать начали. Потому что по Horizon сейчас будет статуя динозавра Triforce у Ubisoft, кстати. Triforce, по-моему, тоже сделали по For Honor Аполлеона статуэтку. В общем, удивлен, что такая старая вроде уже коллекционка, но Triforce все равно. Ладненько. Давайте продолжим вскрытие. Ух, ух, прям. Поднимаем наверх. Так, и внутри у нас, вот смотрите, вот так все это устроено. Тут лежит комикс Last of Us. Под ним лежит стилбук Last of Us. Это мы все поглядим. Ну, но сначала извлечем пенопласт. Так, убираем. Ну, в принципе, выглядит все традиционно. Так, а посмотрите, тут сзади еще какой-то картон. Ух ты. О, а внутри, смотрите, вот такая штука. Это прям, типа, для фона, так сказать. Такие пейзажи разваленного, заросшего джунглями города. Ну, прикольно. Можно, как бы, в углу полочки реально поставить и фигурку. Чтобы красиво выглядела такая картонка, по сути. Ну что, самое главное, что входит в эту коллекционку. И заклеено у нас все лентой. Так, половина дела сделана. Ну, вроде все. Вроде все. Кстати, смотрите, прикольно тут. Ну, вверх ногами, но за Last of Us написано. Так. Ой-ой-ой. Переворачиваем. И давайте. Так, не дорезал. Окей. Статуя. Тяжеленькая. Так, все. Тенопласт убираем. А сколько я знаю, кстати, продавец, которого я купил, он статую ни разу не доставал, по его словам. Так что сейчас, можно сказать, новую открываем. В 2017 году коллекционное издание с PlayStation 3. Надеюсь, все хорошо. Только сколько времени ее хранил. Обидно, если что-то будет поломано. Ну что. Готовы? Опа. 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 Какая красота. Ну, вообще. Ну, вообще. Неплохо, неплохо. Ну, фигурка просто класс. Я в восторге, на самом деле. Даже не фигурка, это такая статуя-диорама. И очень прикольно. Не только персонажи довольно похожи на себя, но и очень мне подставка понравилась. Просто тут лежит то ли какой-то холодильник, то ли какая-то печь. Не понимаю, вот этот ящик, на котором Эля сидит. Пишите в комментариях, что это такое. И на нем, смотрите, так листочки поросли. Изнутри прям трава. Ну, реально прям такой постапокалипсис. Виден. Снизу какая-то коллекционная решетка. Тоже немного травки растет. Плюс там вот на нем нарисовано на дверце что-то. Вторая дверка чуть-чуть приоткрыта. И сзади прямо лежат три патрона для дробовика и фонарик. Что касается самих персонажей. Ну, Эля с винтовкой, Джоэл с дробовиком. На спине у обоих рюкзаки. У Джоэла еще висит он противогаз. У Эли какие-то нашивочки, наклеечки, замочек маленький. Ну, прикольно прям. Волосы сделаны, кстати, традиционно. И на Эллы из Хорайзена похожи по проработке у Эли. Снайперская винтовка прям с прицелом, с ремешком. Ремешок такой довольно плотный. Ну, и одежда прикольно все проработана. Похоже, как в игре. Конечно, лица на себя издалека похожи. Традиционно я это говорю. Но если сматриваться вблизи, то, конечно, могут возникнуть какие-то уже вопросы. Но такие фигурки не для того, чтобы вблизи смотреть, а поставить куда-нибудь на полочку. И издалека сразу понятно, из какой игры и что за персонажи. В целом, по размеру довольно красиво. Выглядит неплохо. Ну, конечно, не могу сказать, что вот за ту цену, за которую я взял, оно того стоит. Но изначально, сколько на релизе это стоило. Если бы получилось взять на старте продаж, свою цену полностью бы это окупило. Одежда прикольно проработана. Все-таки складки на джинсах. Кроссовки там у Эли и ботинки у Джоэла. Красиво выглядят часы вон. Сломанные у Джоэла на руке. Не, ну хорошо, хорошо, мне нравится. И позы, так и они там вроде как будто стоят, общаются. Кстати, с подставки можно Джоэла снять и как отдельную фигурку поставить при желании. Он просто, ну, у него в подошвах вот такие крепления, на которых он стоит, можно отсоединить при желании. Что весьма прикольно. В целом, хорошую, высокую оценку даю этой фигурке. Даже на самом деле, теперь я немного расстроен, почему только сейчас распаковал. Мог бы давно эту красоту уже себе на полку поставить. Ну да ладно. А есть на что полюбоваться. А если смотреть по размерам, ну, в принципе, все-таки Дрейк из Uncharted, наверное, повыше был бы. То есть, ну, как-то вот недостаток, да, у соневских коллекционок, что не соблюдены пропорции, так сказать, среди всех коллекционок. Ну, мне понятно, что там трика с мальчиком из Last Guardian, он поменьше будет. Ну, вот в плане, когда делаешь полноразмерные фигурки персонажей, хотелось бы все-таки, чтобы они были одного масштаба, одного роста, чтобы в ряд на полке стояли красиво. А так все-таки будет казаться, что либо Джоэл такой кадликовый, либо что Нейтан Дрейк такой качок переросток, типа Валуева. С другой стороны, все равно, если взять Элой и поставить рядом, то она получается меньше ростом, чем Джоэла, и Элли уже получается каким-то таким тоже, как будто переростком. Ну, то есть, вот да, некая такая inconsistency возникает. Но, с другой стороны, нельзя сказать, что это полноценный такой недостаток, сама по себе фигурка очень хорошая. Пройдемся по остаткам. В принципе, тут небогато у нас стилбук и комикс. Даже в те времена, как сейчас вот кладут мини-артбуки, которые рекламируют большие артбуки, в те времена даже этого не было. Ну, стилбук такой у меня уже был. Прикольненький, черный Элли Джоэл с двух сторон. Внутри диск и вот эти бумажки с кодами. Ну, а, кстати, смотрите, тут еще набор наклеек Naughty Dog. Кто-то неожиданно не думал, что наклейки еще будут. Прикольно. Сам по себе стилбук в очень хорошем состоянии, без косок нормально. Комикс давайте полистаем. American Dreams. Это первый из четырех. То есть, уже наверняка есть какое-нибудь полное издание в одной книге. Ну, быстренько. О, он очень такой прикольный, плотный. Ну, как бы, лица, конечно, такие зашуганные. Не знаю, комикс не читал. Сейчас читать, конечно, не будем. Просто вот так полистаем. Но, мне кажется, можно, в принципе, купить все четыре. Ну, то есть, оставшиеся три. Так, прочесть ради интереса. Ну, и просто, может, коллекцию. Коротенький такой, да. И вот, да. Артбук, который тоже у нас есть, рекламируют сзади. Что касается стилбука, то, да, я уже сказал. Вот такой он черный прикольный шел в этом издании. И у меня такой уже был. Только вот такой, как бы, он просто стилбук эдишн. То есть, еще с таким чехлом рукавом. То есть, у меня два таких. Но, кроме того, еще, конечно, игра же все-таки вышла в итоге и на PlayStation 4 в виде ремастера. И там вот такой стилбук. Довольно редкий, довольно дорогой. Тоже в коллекцию я себе прикупил. Он у меня запечатан. Но открывать не буду. Это уже по ремастеру. Ну, в принципе, что ремастер, что обычное. Ремастер дает возможность поиграть на современной консоли. И в 60 кадров в секунду с графикой получше. В принципе, неплохо. Не могу сказать, что я большой вообще поклонник игр от Noki Dog. Да, Crash Bandicoot первые мне нравились. Но что 4 Uncharted, да что Last of Us. Лично я не считаю их вообще играми года. Ну, просто никак те годы, когда они выходили. Все-таки это какое-то такое линейное просто приключение. Где нам дают сделать только то, что разработчики хотят от нас, чтобы мы сделали. Где не принимаешь, по сути, никаких решений. Все просто идешь на поводу у сюжета. И, по сути, это такой, ну, реально интерактивный фильм. Где тебе просто скармливают историю. Все красиво сделано. Графика хорошая. Там сюжет проработан. Ну, геймплей довольно монотонный и тухлый. Искусственный интеллект тупой. Что тут, что в Uncharted. Не знаю. Я вот прям не получаю большого удовольствия от таких игр. Прикольно, конечно, поиграть, полюбоваться с пейзажами. Есть интересные моменты и в сюжете. Но постоянно вот не покидает мысль в голове, что просто меня ведут за ручку и показывают. Как аттракционы. Знаете, вот в парке развлечения сел в кабинку. И тебя везут. И что-то происходит. И ты как будто в этом участвуешь. Но на самом деле все это продумали за тебя. И ты ни на что не влияешь. Лично я не люблю такое в играх. Мне нравится, когда мне в играх дают самому что-то поделать. Порешать. Хотя бы в рамках заданного. Но тут рамок этих просто нет. Вся игра, по сути, это длинный коридор. От начала до конца. Полный катсцен. И тупых ботов. В этом плане, конечно, наверное, так долго я поэтому и не распаковывал. Потому что, в отличие от большинства, в интернете не считаю эту игру супер крутой. Просто такая хорошечная игрушка. Ну и теперь давайте закончим все это просмотром артбука. Ну а теперь давайте полистаем артбук и вспомним лучшие моменты из игры. Артбук прикольный. На обложку выбрали хороший кадр. В твердом переплете. Но это обычный артбук без супер обложки. Дело в том, что у всех книжек от Naughty Dog, да и от Sony в целом, обычно есть два издания. Это обычное просто hardcover и какое-нибудь эксклюзивное редкое лимитод издание. Уже там с двойной обложкой или в какой-нибудь чемоданчике. Нет, тут все по-обычному. Итак, искусство Last of Us. Содержание. Ну, да. Самое интересное, конечно, что 21 страница, 30 страниц инфицированных. Это я люблю. Вступление. Артбук у меня на английском. Я его купил еще до того, как его в России перевели. Джоэл и Элли. А так в России тоже уже вышел русский перевод. В том, что году или даже года два назад. А Джоэл. Ну, на картинках он тут на себя не похож. Он какой-то более молодой. Какого-то актера похож. Но это, видать, такого придумывали. Различные варианты одежды. И прям тут проглядывается даже не Джоэл, скорее, а какой-то Салли из Uncharted. Он мне больше напоминает. Вот тут уже более он похож на себя. Такой насупленный. И тоже, смотрите, сколько дизайнов одежды. Ну, тут вообще он, как Дрейк надет. В рубашку заправленную с одной стороны. В майку, точнее. Элли. Элли больше похожа на себя. Ну, маленькая девочка. И сразу тут, смотрите, идет изначально уже дизайн похожий на нее. Вот похожи. Вот различные варианты прически, как ей придумывали. Лица. Ну, нет, тоже, смотрите, какая-то вообще милая ее вещь тут. Опять куча вариантов одежды. Вот у кого-то работа, да? Сидишь и просто рисуешь девочку в разной одежде миллион раз. А потом выбираете. Приключения. Пролог. Молодой Джоэл и Томми. На, молодой Джоэл. Тоже на какого-то актера похож. Сара, дочка его. Незавидная судьба у нее. Вот это пока только началась эпидемия. Все эти деревни американские. Дальше вот уже начало игры. Зона карантина. Тут различные варианты этого спецназа. Специально этот город. Начало игры мне, кстати, вообще не понравилось. До того, как вот эту тетку убивают, в которой ты лазишь. Не помню, как ее зовут, сейчас она будет. Вот Тесс. Вот до этого момента какой-то тухляк происходит. Интересно, конечно, ну, дальше уже. Так сказать, на пустошах. Марлен тоже мерзкая. Гадина. Вы смотрите, жирный Нейтан Дрейк. Угар. Бомж какой-то с тележкой. Слишком много таких вариантов персонажей. Вот такой я не люблю в артбуках. Может кому-то нравится, а мне это напоминает какие-то журналы о выкрытии. Вот красивый кадр. Ну вот, да, это уже, так сказать, пустоши заброшенный город. Где уже потихоньку начинается движуха и играть более-менее интересно. Город Билла. Ну, город Билла прикольный, потому что там ловушки всякие были наставлены. Но тоже все очень так линейно было. Билл сам, кстати, прикольный чувак, мне понравился. И городок. Вот такие городки я люблю. Типа Твин Пиксы. Маленький такой американский поселок. Заброшенный. Как это называется? Одноэтажная Америка. Типа. Вот такие места действия. Мне, конечно, в играх, фильмах нравятся очень. Города большие не люблю. Все. Всякие наброски. Тут уж просто какие-то кадры. Тоже заброшенного этого города. Школа. Питцбург. Ну, Питцбург так. Не сказать, что меня сильно впечатлил. Говорю, города большие не люблю. Особенно, как бы, что... Больше всего бесит. Они, как бы, вроде города. Там дома и все такое. Небоскребы. Огромный город. А в итоге так все везде расставлено. Разные там заборы, препятствия и обвалы. Что все равно у нас такой линейный, как бы, путь. Но линейный не в смысле прямой. Ты забираешься в дом, перебираешься в другой. Вылазишь на улицу. Перебегаешь улицу. Где-то там перелазишь. И все равно все это абсолютно просто линейный. И нет никакой свободы действия. То есть думаешь о том, что разработчики просто взяли город. Проложили в нем такую прямую линию с поворотами. И только по ней можно пройти. Ну, нет никакой там свободы выбора, вообще, передвижения. Вот прикольные всякие эти бандиты. Тут прикольные, конечно, смотрите, какие. В противогазах есть там разные варианты. Тут вообще вот их много. Вот большие красивые кадры на целую, конечно. Разворот мне нравится. С коктейлями Молотова. Это как они на машине ехали. Это библиотека или как музей. Вот пригороды Питтсбурга. Сэм и Генри. Тоже все такое толерантное. Какие-то негрые индусы. Дамбо. Томми. Лошадки. Мария. Вот такой прям это. Джефф Бриджес. Прикольная всякая еда деревенщины. Слишком много страниц они посвятили. Но тут как бы идет прям это по главам игры. Игра же она такая. Как тоже как мини-сериал. То есть каждый там большой уровень как акт. Такой университет. Восточного Колорадо. Университеты прикольные, кстати. Со времен первого Сайлент Хилла, где была школа и госпиталь. Мне нравятся в играх всякие вот университеты. Какие-то такие здания заброшенные. Где какая-нибудь жуть творится. И в отличие от города. Хотя бы там вот тоже Сайлент Хилл. Вспомни школу. Все двери запяты. Надо разгадывать загадки. Там искать варианты как куда-то проникнуть. Там вот это все-таки лабиринтность гораздо лучше сделана. Ну и вот уже ближе к концовке игры. Когда снег появляется. Вот это меня очень впечатлило на самом деле. Когда я играл первый раз. Ну то что вся игра у меня ассоциировалась с двумя. Как бы сказать колор пеллетами. Типа цветовыми решениями. Это с одной стороны такое серо-коричневое. Такое все заброшенное. Мертвое постапокалипсис. А с другой стороны такое все серо-зеленоватое. Типа как город пороса. Всякой хренью. И все такое какое-то темное. Казалось не яркое. Ну тогда зелень конечно прибавляла. Ну а в конце вот когда снег уже начался. Ёлочки всякие. Это конечно как-то ну по-новому взглянул. Но все это прикольно. Приятно что снег сделали. Басгеп. Это самый колоритный момент в игре с жирафами. Лаборатория светлячков. Вот да красивый тоже кадр. Ну и все. До конца игры мы дошли. Все пересмотрели. Ну первая половина артбука. Даже ДНД третья артбука. Не сильно меня конечно впечатлила. Какая-то она немного монотонная. Но зато сейчас мы оторвемся под конец от инфектов. Кликеры. Красота. И начинается все простенько. Тоже кто-то рисовал эскизы. Вот это прикольная тоже работа. У чувака. Типа придумали монстр, врага. И сидишь наверное там месяц. Рисуешь карандашом. Там раскрасываешь. Показываешь. Там общаешься с другими людьми. Вот типа нарисовал просто. Ты что делал на работе? Я просто рисовал уродов целый месяц. И потом одну из этих версий урода сделали. В игру добавили. Наверное по кайфу отработать художником. Кого умеешь. Смотрите какие они мерзкие. Такие рисунки мне нравятся. Ох просто смотрите такое. Просто прикинь идешь. Ночью с работы подходишь в подъезд. Живешь там не знаю на пятнадцатом этаже. И типа лифт не работает. Сломался. Ты такой ну что делать? Пойду пешком. Поднимаешься по лестнице. И даже на десятом такой уже запыхался. И слышишь выше на этаже что-то какие-то звуки непонятные. Такой кто-то там шебуршит. Такой надо заглянуть посмотреть. А там лампочка такая тусклая мигает. Ты заглядываешь уже где двери в квартиры. А там вот такой просто урод на тебя. Такой ааа. Что делать? Убегать просто. Стремно. Крутяк. Ой. Вот он такой идет еще на тебя. Типа. Шебуршит реально. Такие они мерзкие. Прикольные вообще. Вот это я опожаю. Или вот смотри девочка мутант урод. Такая она прям. Девочка девочка что с тобой потерялась тебе помочь? Она такая. Или вот просто бежит на тебя по коридору. А ты просто смотришь на него и такой. Уже жизнь проносится перед глазами. Как бы леденящий страх что даже двигаться не можешь. Их просто урод такой бежит из каких-то волдырях грибных. Да. Красивые конечно. Арты. Но это похоже на Дэрил из Walking Dead. А это этот. Как его звать? Джеймс Белуша. Да. Вот это как с порами заражение происходит. Как гриб вырастает на стене. Прикольно. Это смотри письюн стреляет с порой. Вон да. Образование кликера. Кликеры да. Крутые. У меня кстати есть еще бюст кликера. Социального магазина PlayStation Store. Но в этом видео я решил его не показывать. Хоть меня вконтакте и просили сразу на все по ласту вас сделать в одном видео. Но я подумал. Это как то уже деление. Точнее уменьшение количества просмотров к моим роликам. Лучше кликера в отдельном ролике сделать. Посвятить ему тоже десяток минут. Более будет разнообразно. И кстати еще в этом году. Ближе к лету. Выходит большая такая статуя кликера. Ну высокая. 1 к 4 по моему масштаб. Довольно дорого стоит. В районе 400 по моему долларов. Но я пока не знаю. Пока не заказывал. Но может если будет вариант. И возьму ее тоже. Кликер он конечно ужасный. Да. Вот смотрите прям. Такая у него голова становится мерзкая. Вот их сколько да. Разные. Тоже нарисовали кликера. А как он будет одет? Давайте посмотрим. Типа разные варианты. Вот это дерево мерзкое. Во. Это уже другие всякие инфицированные. И вот этот который полностью уже грибом стал. Просто урод такой мерзкий. Помните в этом. В школьном зале. В школьном спортзале надо было драться с боссом. Он там блевал что ли. И кидался каким-то грибным говном. Тоже крутая битва была. Ну и все. Про монстров не так много на самом деле. Могли бы побольше сделать. И побольше больших артов целую страницу. Было бы конечно покруче. Ну и теперь мир. Мир. И вот у нас тут по большей части различные постеры. Там даун оф зе вулф. Различное оружие. Вот сколько вариантов луков от них придумали. Для Эли. И всякие там смотрите. Дробовики, ножи, пистолеты, дубины. Просто целый набор этого оружия. Пистолет в котором у кружки примотан нож. Вот такое типа. Как в фоллауте можно оружие собирать. Тут же знак стоп. Просто как дубина. Тоже прикольно. И дальше маркетинг. Это у нас различные постеры. Да. На Last of Us. Наверное бокс арты будут. Ну да. Варианты всякие там. Под обложки. Под постеры. Что же придумывали. Тоже вот так смотрите. Простенько вроде нарисовано. Но игра узнается. Ну и вот уже идут прям совсем уже финальные. Считайте варианты. Сейчас в конце я думаю. А нет. Тут смотрите тоже такие. Вот этот постер я видел. Продавался в магазине. Ну и вот да. Уже финальные варианты обложки. Было у игры два издания. Помимо коллекционного. Были два лимитных издания. Издание Джоэл. Издание Элли. И как раз эти черные обложки были. На одном соответственно. Элли на другом Джоэл. Ну туда ничего интересного не входило. Конечно фигурка крутая. Только вот в этом нашем постпандемике. И вот завершается вот такой красивый. Деревенский кадр. Как Джоэл учит Элли стрелять. Из снайперки. Ну и дальше вот Американ Дримс. Комикс который мы уже полистали. Чуть-чуть про него. Как тут рисовали персонажей. И вот несколько кадров из самого собственно комикса. Вот и все. Такой артбук. А в целом артбук. Ну не знаю. На шесть с половиной. Ладно. На семь баллов из десяти бы ему дал. За счет монстров красивых. А так. Ну много конечно. Не супер крутых всяких кадров там. Но полистать интересно. Вспомнить какие-то моменты из игры. Неплохо. Неплохо. Ну и в завершении. Да. Вот хотелось все-таки сравнить их по размерам. Еще раз показать то что уже было сказано. Но как бы так сказать в живую. Посмотрите какой здоровый жлоб Нейтан. Из отчарта. Хотя по сути он такой. Более тощий и менее коренастый чем Джоэл должен быть. С другой стороны Элли вроде маленькая девочка. Но посмотрите какая она здоровая. По сравнению с Эллой. Из коллекционки Horizon. Ну а так да. Все эксклюзивы PlayStation. Целая уже серия. Получается эксклюзивных фигурок. На мой взгляд это прикольно. На этом все. С вами был Сергей. Это видео появилось благодаря голосованию. Подписчиков в группе канала ВКонтакте. Так что подписывайтесь. Наверняка буду еще устраивать подобные опросы. И кроме того в группе есть много всего интересного. В том числе различные эксклюзивные видео. И распаковки. Например вот сейчас в ближайшее время появится там новое эксклюзивное видео. С распаковкой нескольких игр на PlayStation Vita. В том числе и Uncharted свиты. Так что подписывайтесь. Будет интересно. И кроме того не так давно я еще создал инстаграм своего канала. Переименовал его. Он называется OSG666. Ну все остальные нормальные названия были заняты хотя бы так. И там тоже вот в том числе фоточки этой новой фигурки. Вы тоже сможете посмотреть. Так что ссылки на все будут в описании к этому ролику. Обязательно подписывайтесь. Вступайте. Ставьте лайки. Комментируйте. С вами был Сергей. До скорых встреч. Здравствуйте. Кто такой? Какие булочки.